Ну что ж, дамы и господа, подошел к концу данный финал ОВЦ, и время обозреть последние матчи и подвести общий итог данного ивента. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал с колокольчиком. Приятного вам просмотра! После поражения от команды США, Россия отлетела в нижнюю сетку, где встретилась с командой Южной Кореи. Данный матч решал, кто попадет в финал лозеров, а кто уйдет с пятым местом. По результатам жеребьевки, первыми пикали русские, и взяли они второй фримод, где до первой паузы корейцы доминировали с преимуществом в одном ФК. Но после игра перевернулась, и корейцы посыпались, в то время как русские успешно наиграли эту карту и взяли первый поинт. На второй пик, Корея берет третий хардрог с маленьким Сиэсом и стримами, где Россия поначалу доминировала, но потом из-за места чуть ли не отдала карту Корея. Все-таки нет, опять Мисс Эдзи, Сидер Пиксель, Мисс Эдзи, посмотрите, что происходит, команда Россия бы выигрывает, что? 500 очков, дамы и господа, это... На третий пик, русские пикают четвертый ноу-мод, где Аристия просто в соло затащил свою команду, и тем самым Корея отыгрывает первый поинт, и пикает следующую карту. Взяли корейцы четвертой картой дабл тайм, такой некий техников в ДТ, где Корея ввела поначалу, но не смогли они продолжить начатое, и русские отыгрывают первый дроп лучше, тем самым вырываясь вперед. Но аналогично наоборот происходит под конец, где уже русские намисали, а корейцы взяли себя в руки, и удачно доиграли данную карту, и равный счет 2-2. И русские пикают третий хидден, это стримосы в хиддене, где русские забрали преимущество, и уже до конца вели на данной карте. Шестым пиком корейцы берут второй харддрок, половина карты была более-менее равной, но корейцы просто разорвали на дропе русских, тем самым забирая эту карту в свою копилку, и опять счет равный 3-3. Русские решают взять на седьмой пик второй даблтайм, с кучей хаби пиэмстримосов, и на этом пике команда России показала, что такое настоящая русская жимка, и разгромила корейцев на данной карте. Корея дальше идет по хэру, и решает взять первый, и не ошибаются с выбором. Благодаря великолепной игре, особенно от Каруны, они забирают данный пик, и счет встречи опять равный 4-4. Россия пикает первый даблтайм, и на этой карте очень сильно не повезло русске, куча рандомных миссов, за счет которых корейцы громят русских на 600 тысяч скоро. Корея пикает десятой картой джампики в виде первого новомода. На этой карте за счет 4 фк Корея набирает преимущество, но потом комбо-ресет от Кореи дает шанс России на камбэк, где он вполне бы был возможен, если бы Аксюби докэрил. Но неважная игра от Алюметри, и этот мисс на джампах от Аксюби, зарешал исход данной встречи, и команда Кореи забирает очередной поинт. Одиннадцатая карта. Корея в шаге от финала лузеров. Россия берет третий фримод, где русские за счет великолепной игры, в особенности от Алюметри, разносят соперника. Двенадцатая карта, на которой решится, будет ли тайбрейк, или же Корея пройдет дальше, и пикают корейцы пятый ноу-мод. И тут корейцы показывают Курту игру, где Россия уже ничего не может поделать, и тем самым Россия покидает турнир с пятым-шестым местом. Действительно, парни показали хорошую и достойную игру, хоть и по итогу результат не оправдал их ожиданий, но мы все равно благодарны нашей команде за их выступление. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и корейская машина едет дальше, по нижней сетке, где встречают сборную Германии, которая без шансов обыграла Канаду в полуфинале лузеров. Казалось, Германия очевидный фаворит данного противостояния, но по делу оказалось совсем иначе. Первую карту немцы удачно забрали, хоть и Флайнг Тюна пытался тащить, но ему немного не хватило. Удачи, тиммейтов, ну, решайте сами. Да и на второй карте немцы были лучше и почти закрыли в 4 фк, ну, что и неудивительно, так как их пик. Уже на третий пик Корея проснулась и в равной битве за счет двух фк Аристии и Каруны смогли выиграть. Великолепный эсэс от Каруны редко такое увидишь на маппулах такой стадии. Корейцы не переставали сбавлять темп и уже на четвертой карте смогли выиграть у оппонента на их же карте. Благодаря великолепной игре Флайнг Тюны Корея берет Хидден, где аналогичная ситуация Флайнг Тюна тащит, а Германия не может сделать больше скоро. Ну и на шестой карте, а именно на втором хардроке просыпается Дастис и уже благодаря его фк Германия уравнивает ситуацию. Седьмая карта, пятый но мод и опять же ярче всех сияет Флайнг Тюна, который почти фокашит карту. Казалось, Акинама мог что-то сделать, но Каруна своим скором оказывает большую поддержку своему тиммейту. Восьмая карта, где ни в одной команде не было прям явного тащера. Все набрали плюс-минус одинаково скоро, но Германия оказалась сильнее. На девятой карте была невероятная схватка 3 на 3. Эфикс сдал первым. Позже у Кореи потерял своего фк Пони Тейл. Ну и в противостоянии 2 на 2 Флайнг Тюна и Аристия не проиграли Дастису и Акинама. Тем самым сохранили преимущество и забирает Корея эту карту. Десятая карта, четвертый дабл тайм. И очень напряженная карта, в которой сначала вели корейцы, потом немцы. Но не смогли немцы додержать комбо. Много намесали, тем самым потеряв кучу скоро проигрывают Корея. Одиннадцатая карта и это джампики, где Флайнг Тюна смог дольше всех держать комбо. И благодаря помощи от Аристии Корея смогла затащить данный финал. И отправиться в Гранд Финал Лузеров против команды Британии. Великобритания в прошлом году играла в Гранд Финале против США. И заняла второе место на ОВЦ. Повторится ли финал 2018 года, нам предстоит это узнать. Поэтому давайте посмотрим Гранд Финал Лузеров. На самом деле, на протяжении половины противостояния команды шли довольно-таки равно. Сначала Великобритания забирает первую карту, где у Кореи были шансы камбэкнуть. Потом Корея забирает пик оппонента, где корейцы показали игру на порядок сильнее, нежели чем британцы. После Великобритания забирает пик команды Кореи, где Корея хоть и холодила больше комбы, но окурисе оставляла желать лучшего. Корея набирает комбу, и тем самым, если сейчас они не миссуют, то они заберут эту карту. СП продолжает, собственно, держать комбу и уже преимущественно за командой Великобритании. И они не додержали у нас Южная Корея. А так хорошо начиналось с трех ФК. Господи боже мой. Корея забирает пик Британии, где Зисон и Флайн Тюна довольно-таки хорошо отыграли. На пятой карте Корея все-таки вырывается вперед, где, кстати, все было довольно-таки неоднозначно. До комбо-ресета на спейс-стриме Британия вела с преимуществом в 150 тысяч очков. Флайн Тюна против Бабблмена, и вот этот стрим очень неприятный, и сколько... Но вторую часть карты Каруна и Аристия ФК шнули, и смогли перевернуть исход на данной карте. Я теряю самые важные очки в своей жизни. Флайн Тюна и Каруна продолжают. Стрим! Флайн Тюна не справляется. На коруна великолепная игра от Карты и Аристия не халдят комбу на этом спейс-стриме. Господи, что творится? Перевращивается данная карта и команда Кореи. Шестым пиком был взят третий фремод, и уже Британия показывает феноменальную игру, где с Пээа эсэсов больше половины карты, тем самым за счет этого Британия побеждает. На третьем хидоне закончили команду по очереди выигрывать, и Британия за счет великолепной игры от Бабблмена смогла забрать вторую карту подряд. Восьмая карта. И пик Британии. Берут они второй харддрок, где опять Бабблмен сыграл на голову выше всех в мультиплеере, и Британия ведет уже 5-3. Корее надо было что-то делать, и вспоминают они, что у них есть в команде человек, который неплохо бьет по джампам. И пикают они первый на мод, где пик полностью оправдался, так как Флайн Тюна фэкашнула ту карту. И команда Кореи наконец-таки забирает очко. Далее пикают от Британии. Берут они первый хидон, где просто миссовали и те, и другие. Ну и по итогу DDM набрал больше всех скоро, и команда Кореи берет жизненно важный поинт. И счет 5-5. И дальше начинается лютая заруба. Берут у нас британцы четвертый ноу-мод с лоу-бпм стримами. И очень сложный флоу, особенно в одной третьей. И поначалу ввели британцы, но после серии миссов они теряют преимущество, и Флайн Тюна с Карной просто делают ветер. И казалось, что все, вот он матчпоинт для Кореи. Но нет, Каруна с Тюной теряют комбо. И Карфи после неудачного начала просто разносит корейцев в пух и прах. Это надо видеть. Карна миссия, это Карфи продолжает фкашить, стрим-секция Карфи. Одна третья, Карфи и ВТП не справляются, это Карна преимущество крещается. Преимущество уже меньше 100 тысяч очков. Карфи продолжает фкашить, и неужели все так закончится для команды Южной Кореи? Преимущества уже практически нет. Карфи тащит свою команду. Карфи, что ты делаешь? Карфи! Великолепная игра. Счет 6-5. Корея берет третий хардрок. И тут корейцы хоть вели на протяжении всей карты, но Британия постоянно дышала в спину. Но по итогу Корея смогла удержать и перевести встречу в тайбрейк. Тейбрейк был в лучших традициях ОВЦ, где поначалу вели корейцы. Но после, дойдя до середины карты, Бабблмен просто сорвался с цепи. Бабблмен приходит в джамп-секцию, господи! Да, Корея уже просто остается без фка Бабблмен! Реально оформляет какую-то соляновую, я не знаю, как это назвать по-другому. Но Бабблмен, 98, 60, 50, 500 комбы. Реально просто как на гранд-финале 2018 года показывает нереальную игру на столь длинной и сложной карте. И казалось, что Бабблмен сделал все, что мог, сделав своей команде огромное преимущество. Но Флайнг Тюна и Зисон взяли себя в руки и смогли перевернуть исход на данный карте. Все остается в руках ОСП, у которого 200 комбы, чтобы он дохладил до конца и не отдал окончательно преимущество команде. И за грейну с Адридиконом, Флайнг Тюна с Зисоном просто из ниоткуда вылезли со своими 600 комбы. И сейчас критически важный этот треугольник проходит с Зисон, Флайнг Тюной. Неужели это будет невероятный камбэк? Неужели в состоянии Бабблбена канут в лету? Зисон миссает, и Флайнг Тюна покажет Зисон, просто 300 с 800 комбы. Ситуация немножко превращена. Флайн Тюни просто жизненно важно сейчас держать ФК. Жизненно важно, чтобы хоть какие-то шансы были, преимущество уже меньше 20 тысяч. И команда Южной Кореи уже может камбэкнуть, она камбэкнет. Команда Южной Кореи просто перевращивает сход от этой встречи, где Бабблман Антон, флайнг Тюна, тысяча комбы. Дамы и господа, команда Южной Кореи проходит в гранд-финал ОВЦ. Невероятная игра! Команда Кореи оказывается в гранд-финале, пройдя один из самых сложных путей по нижней сетке. Дамы и господа, то, чего вы так долго ждали. Гранд-финал ОВЦ. США против Южной Кореи. И... США 7-0. Да, к сожалению, для обычного зрителя, наверное, данный гранд-финал был скучнее всех гранд-финалов за всю историю ОВЦ. И я тут даже не утрирую, наверное, так оно и есть. Просто США на данный момент команда, которая является не то чтобы сильной, а недостижимой командой по общему скиллсету. Именно в формате 4 на 4. У США гораздо больше игроков, которые могли бы, ну не фкашить вчетвером, а как минимум набирать много скоро. Гораздо больше, чем оппонент. И надеемся, что в следующем году будет лучше. И остальные страны подтянутся до уровня США. А пока команда США сохраняет марку одной из самых сильнейших команд 2015 года. И забирает четвертый титул чемпионов мира по ОСУ. Ну и что ж, дамы и господа, спасибо всем, что были на этих трансляциях, что смотрели меня, подписывались и ставили огромные пальцы вверх. Для меня вы составили огромную кампанию, для которой приятно было комментировать данные ОВЦ. И увидимся мы с вами на чемпионате мира по ОСУ ровно через год. Удачи и всего хорошего. Сейонаро. Ох, идеально отыгрывает у нас Бабл. А Флэнк Тюна продолжает все-таки герой. Не отказывайся, ты комментируй. Спэ, спэ хорошо играет. Спэ красава, дай бог мне здорово. Ой, господи, прости. Так, он сам у нас Азисон, пока что единственный, кто... Я не кончетно комментировал, Пауза думал. Парни, простите. Ладно, я хочу, чтобы Корея выиграла карпика. Какой же молодец карпик, господи, что ты делаешь? Я не ожидал, что я не ожидал, но если у меня карпика будет обратно. Ладно, там на самом деле паттер сложный был, неудивительно, что он миссный. Ну, парни, когда выходит Талала, предлагаю писать. За дедов. За дедов, пацаны. За дедов. Команды. Канады, канадцы у нас уверенно пока что идут по ДТшке. И пока что, знаешь, все довольно-таки неплохо, когда команда России начинается. Не добы даже окурисе. Паузы разыгрались. Ну, Ред Пиксель чуть-чуть дропнул. О, Локсей подруинил немного своей команды. Оплата прошла. Оплата прошла. Хорошо у нас отыгрывает Ред Пиксель, а Дэн Столовой. Держит нас ФК в то время, как у команды. Нужно, скорее всего, одно ФК. С учетом того, что у команды Польши был мисс, Комасиала миссит. Твой старый миссит. Бартик миссит. Посыпал из команды Польши, а второй вант миссит. Комасиала еще один мисс. Примисла просто, она просто ничтожна. И кто? Нет, все-таки команда Румыния выиграла. Вот, тысяча часов преимуществ. Всего лишь это преимущество ничтожна. Если сейчас, то ты миссит, дэн Джаббек, спел миссит. Спел миссит. Это команда Тайвани, команда Тайвани в ПК, что-то он составит. Команда Тайвани, все шансы перейдут в исход данной встрече. Поражает нас Флэск, Лизер. И Зейн держать, и неужели переворачивает эту игру? Блум миссит. Так, Флэск и Шилд, Зейн миссит, не додержали. Серьезно. Блум, еще один мисс сейчас в карте, и Баблмен просто решает исход этой встречи, потому что два ФК. Неужели, неужели не миссим Баблмен миссис Карпи? О, йо, йо, йо. О, йо, йо. Единственный, кто держит в ПК, Хамасиала, Рухалка, просто идут к этой победе. Они ухо, йо, 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 йо. Они ухо, йо, 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 йо. Продолжение следует...